Это самый доступный и самый компактный видеосендер для вашей камеры. Вы на канале Скрипник Фото и сегодня у меня на обзоре Inki Bandbox. Поехали! Да, компания Inki заслала мне много всяких нищеков и свой новый стабилизатор Vartok. Вот на него, кстати, подсказочка и ссылочка в описании. Также они дали мне рукоятки для камер Sony и Canon. Вот еще одна подсказочка на обзор и также ссылочка в описании. И вот третий нищечок от них. Это маленький, компактный и очень доступный по цене видеосендер Bandbox. Для тех, кто в танке. Видеосендер это устройство, которое отправляет сигнал с устройства источника на устройство воспроизведения. Без проводов. Например, с вашей фотокамеры на ваш телефон или монитор. Или с вашего видеоплеера на ваш телевизор в соседней комнате, также без проводов. Все очень просто. Обычно есть устройство передатчик, которое цепляется, например, к вашей камере. И также есть второе устройство получатель, которое присоединяется, например, к монитору. Но это все громоздко. Нужно использовать два устройства, докупить еще две батареи, достать еще где-то дополнительный монитор. И все это все запитать. В общем, головная боль. А что у нас с собой у всех всегда в кармане? Правильно, телефон. И потому есть еще более простые и компактные видеосендеры, которые состоят только из передатчика и имеют встроенную батарею. А сигнал передают сразу на ваш смартфон, Android или iOS. Идеально, просто и удобно. И Bandbox как раз такое устройство. Друзья, если есть сомнения и нужна консультация по фото-видео тематике, то вы всегда можете обратиться ко мне и Ирине и получить личную онлайн-консультацию. По выбору использованию техники, по фото-видео съемке, по пост-обработке и по созданию контента. Пишите в директ в Instagram. Ссылочка будет в описании. Комплект поставки. Вы получаете устройство, несколько кабелей для зарядки устройства и для подключения к другим камерам и мануал. На этом все. По сути, больше-то в принципе ничего и не надо. Этого вполне достаточно. Как все работает? Максимально просто. Первым делом скачиваем и устанавливаем приложение от Inki на свой смартфон. У меня Android и приложение в Play Маркете я не нашел. Пришлось скачать с официального сайта и устанавливать вручную. Ссылочку на приложение оставлю в описании к видео. Далее устанавливаем удобным вам образом устройство на камере. Мне удобно прямо на башмак. Подключаем HDMI кабелем сендер к камере для вывода видеосигнала. Также можем подключить и второй кабель USB к камере для управления записью и параметрами. Включаем устройство. В телефоне находим сендер Wi-Fi устройства. Подключаемся, используя базовый пароль от 1 до 8 и запускаем приложение от Inki. Все. Вот так быстро вы получаете видеосигнал на своем телефоне. Удобно? Да не то слово. Далее через приложение мы можем мониторить картинку с нашего основного источника. В самом приложении вы можете изменять сигнал на 720 или 1080p, активировать зебру и задать уровень ее отображения. Включить или выключить разметку экрана и применить луты. Если подключите второй кабель для управления камерой, то сможете прямо с телефона изменять диафрагму, выдержку и ISO, стартовать и финишировать запись, а также запускать затвор в фоторежиме. На деле кнопка видеосъемки у меня почему-то на Nikon не работала, а фото делала без проблем. Параметры камеры изменял, но вот когда заваливал экспозицию в пересветы, у меня с телефоном начинала твориться беда. Как выравнивал экспозицию, то все сразу налаживалось и сигнал становился нормальным. Еще прикол. Если ставить видео в 4К на вашем основном источнике, то я мог менять настройку на 1080 или на 720p. А если я поставил в камере 1080p, то я получал только возможность отображать видео в 720p без возможности изменения. Странно. Еще в меню можно отсканировать блютуз устройство, прошить сам сендер, применить луты или получить инфу об этом сендере. Все. Скажу так. Функционал скудненький. Фокус пикинга точно не хватает. По задержкам и дальности использования. В прямой видимости имеем очень-очень даже хорошие результаты. Я отходил на метров 50, наверное, смотрите на тесте, и сигнал все равно держался. С подтормаживаниями, но все равно держался. И как для Wi-Fi, я считаю, это очень круто. Примерно. Вот я стоял рядом с камерой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Подтормаживает, начинает двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Двадцать шесть я встал и затупило. А если я повернулся, о, смотрите, повернулся в прямой сигнал, и оно работает. А если я отвернусь, пытается, пытается, но подтупливает. Прямой сигнал. И отходим, отходим, еще работает. На прямой. А смотрите, стану за дерево. И все равно работает. Ну так, подтупливает, но работает. Отходим, еще. Еще отходим, отходим, отходим. Смотри, прямо работает. Я опять поворачиваюсь, но я уже метров тридцать. Короче, я далеко. Прямая видимость. И... Вот, сейчас поймала. Вот он я. Вот он я. Эть, 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 эть. Вот он я. Ту-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Много. Еще отхожу на метров пять. Ну и вот тут же с тормозами. Но все равно пытается. Ну, короче, на тридцати сорока метров все стало плохо. А так, вот я возвращаюсь и... Ну, местами подтормаживает, но работает. Я, конечно, извиняюсь. Но работает, но подтормаживает, но работает. Так, все, а теперь уже работает нормально вообще. Вот я сейчас метров двадцать. И нормалек. Вот так вот. В принципе, дальность, как для такого устройства, очень даже ничего. Ирин, ты молодец. Спасибо за помощь. Задержки. Ну, тут у меня, во-первых, и Nikon совсем нереактивный. И с фокус-пулером, я думаю, идеально вы вряд ли сработаетесь. Но на базовом уровне, непрофессиональном использовании, хватает с головой. Итого, что мы имеем? Видеосендер Bandbox, маленькое, удобное для использования устройство. Корпус, сборка, логика работы и удобство подключения все на высоте. Люблю устройства, с которыми удобно работать и не нужно долго разбираться. Дальность работы также удивила, как для устройства с Wi-Fi подключением. Скорость задержек все посредственно. Это Wi-Fi устройство низшего ценового диапазона. И ожидать многого от него нет никакого смысла. Сколько платите, столько и получаете. Из минусов. Мне не понравилось приложение. Мне не понравилось то, что у меня не работала запись видео. Что есть глюки в видео при переэкспонировании. Категорически не нравится то, что нельзя отключить все значки и делать запись чистого экрана. Всегда остается значок замочка в углу. В кино с фоллоу фокусом вы не поработаете с этим устройством. И на трансляцию на большом событии тоже не возьмете. А вот для домашнего использования, для онлайн школ, для стримов, для мини-трансляций, для блогинга, для нетребовательного мониторинга устройство идеально подходит. Тут его стихия. И недорого, и удобно. И на этом у меня все. Если вам понравился обзор, то с вас конечно же лайки, комменты и подписки. Смотрите наши другие видео и снимайте как можно больше. Всем пока!